Сегодня я хотел бы поговорить с вами о плане победы, потому что Бог желает, чтобы вы побеждали каждый день. Он не хочет, чтобы мы просто победили в конце. Он уже победил на кресте, поэтому хочет, чтобы вы побеждали каждый день. Он не желает, чтобы вы когда-либо испытывали поражение. Он хочет, чтобы мы были победителями. Но вы должны кое-что знать. Бог сказал нам, что в жизни каждый день имеет свои проблемы и трудности, с которыми нам придется иметь дело. Помните, Иисус сказал, не переживайте о завтрашнем дне, потому что вам хватит и сегодняшних проблем. Нам даже сказано, что в браке тоже будут проблемы и трудности. Но это не означает, что не нужно вступать в брак. Нам просто придется правильно разбираться с этими проблемами. Некоторые думают, если я буду хорошим христианином, то у меня никогда не будет проблем. Это неправда. Писание говорит совсем не так, но оно также говорит, что мы можем иметь победу и быть победителями. Поэтому, чтобы жить с полной жизнью, нам нужно научиться эффективно разбираться с проблемами. Для этого нам нужен план победы. Почему не просто план? Потому что план может быть выигрышным, а может и нет. Но с планом победы вы всегда будете выигрывать. Поэтому Бог желает, чтобы у нас был план победы, следуя которому мы обязательно одержим ее. Именно поэтому Бог желает научить нас сегодня, потому что Он хочет, чтобы мы ходили в победе. Во-первых, нам нужно научиться, как утешать себя в Господе. Это очень важно. Сегодня мы пели новую песню о том, как Давид утешал себя Господом. Писание говорит, что в этот момент своей жизни Давид был в ужасном положении. Он был помазан на царство, служил Саулу, убил великана, Иоаннафан стал его другом, он возглавил армию. Все шло хорошо, но вскоре из-за зависти этого самого Саула ему пришлось спасаться бегством. Он жил в пещерах, за ним последовали люди. Вместе они переехали в другую страну. Теперь все уже не так прекрасно. Он даже не мог вернуться в свою страну. Он должен был стать царем, но теперь он спасается бегством и живет в другой стране. Им нужна была еда, поэтому они пошли в военный поход. А когда они вернулись, то увидели, что враги забрали семью Давида, а также семьи всех тех, кто был с ним. Эти люди доверились ему, но они видят, что становится только хуже. Чем дольше мы с тобой, тем хуже наше положение. Наконец-то им это надоело, и они решили забить Давида камнями. А вот в каком положении он оказался. Он не царь. Он живет посреди пустыни. Его семью забрали. Его люди обернулись против него. Он совсем один. Что же ему делать? Он мог бы сдаться. Он мог бы оставить Бога и сказать, «С меня хватит. Я пойду своим путем». Сесть на верблюда и уехать. Но он этого не сделал. Библия говорит, что он утешился Господом. То есть он пошел к Богу, и тем самым ободрил себя. Господь сказал ему что-то, и он сделал это. Интересно, что прямо посреди этого испытания, в котором находился Давид, Бог начал двигаться и вскоре дал ему Иудею. Иногда, когда вы не видите выхода из ситуации, вам нужно довериться Богу, прийти к Нему и утешиться в Нем. Вы должны знать, что Бог будет двигаться. Итак, как же мы можем победоносно проходить жизненные трудности и проблемы? Предположим, вы знаете, что говорит Писание, но у вас случается какая-то проблема в жизни, с которой нужно разобраться. Если у вас такое бывало, значит, вы не одиноки, потому что у каждого человека в жизни это происходит. Ведь именно для этого мы и собираемся, чтобы поддерживать друг друга. Многие думают, «Я не хочу казаться жалким». Послушайте, мы все жалкие в той или иной степени. Кто-то сказал мне, «Ты обращаешься к Богу за любой мелочью». Да? А как иначе? Я ведь нуждаюсь в Нем. Когда мы собираемся вместе, мы должны молиться друг за друга. Именно для этого мы и собираемся. У всех нас есть проблемы и трудности в жизни. Но знаете что? Я попрошу вас поднять руки, если это вы. Ну уже, не стесняйтесь. Давайте. Поднимайте, потому что у всех они есть. Не подняли руки, когда мы молились за людей, да? А ведь у Него есть план, который поможет нам. Вы готовы услышать этот план? Итак, когда мы сталкиваемся с проблемами в жизни, Бог желает, чтобы мы использовали надежный план. Он настолько простой, что вы даже удивитесь. Он очень прост, но мы Ему не следуем. А Бог говорит, ну делай это. Это же так просто. Делай это, и ты будешь иметь победу каждый день своей жизни. Ну что, надеюсь, готовы услышать. Итак, три простых шага. Шаг номер один. Идите к Богу и сидите рядом с Ним. Идите к Богу и сидите рядом с Ним. Пожалуйста, посмотрите 60-й псалом. Мне он очень нравится. У вас ведь тоже такое бывало. Вы проходите через какие-то трудности, а в груди какое-то странное чувство. Или может у вас сводит живот от мысли о какой-то проблеме. Такое часто бывает, не так ли? Что же нужно делать в этом случае? А вот давайте прочитаем 60-й псалом. «Услышь, Боже, вопль мой, в нем ли молитве моей, от конца земли взываю к тебе, в уныние сердца моего». Далее говорится, «Возведи меня на скалу для меня, недосягаемую, ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага. Да живу я вечно в жилище твоем, и покоюсь под кровом крыл твоих селах». Это означает, размышляйте над этим. Подумайте над этим. Очень часто, когда у нас с вами проблемы, мы просто скрываем их, то есть мы приходим к самому себе. Или же мы идем не к тем людям. Но первой, кому мы должны идти, это Бог. Тот, кто может решить вашу проблему и дать вам план, который всегда будет приносить вам победу. Это Бог. Он наша недосягаемая скала. Он крепкая башня. Он наше прибежище. Он наше все, поэтому нам нужно приходить к Нему. Очень часто, когда у нас что-то случается, мы включаем режим паники и начинаем звонить всем подряд. Это то же самое, как в случае с царями, которые при нападении чужих армий шли не к Богу, а обращались за помощью к другим странам. Но один царь, когда армия уже подступила близко и прислала ему письмо, взял это письмо и пошел с ним в храм. Он положил его на жертвенник и сказал, «Господи, вот что мне прислали, и я отдаю это Тебе». И Господь ответил, «За то, что Ты смирился и пришел ко мне, я что-то сделаю для Тебя». Когда мы обращаемся к другим или пытаемся решить все сами, то это не смирение. Смирение — это принести свою проблему Богу и только Ему одному. Аминь. Он первый. Кому вы должны ее принести? Он первый. Кому мы должны обращаться? 130-й псалом как раз об этом нам и говорит. Речь тут о признании того, что сам я не справляюсь, да, в общем-то, и не справлюсь. Когда вы думаете, что справитесь с этим сами, это гордость. «Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои. Я не входил в великое, и для меня недосягаемое». Вы думаете, что не нужно никого беспокоить, а Бог говорит, «Нет-нет, побеспокой меня, приди с этим ко мне». В жизни есть вещи, которые вам не понять. А некоторые вещи в жизни мы не поймем никогда, и мы должны уметь признаться себе в этом. «Я приду с этим к Богу, и я доверюсь Ему». Ему одному. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как ребенка, отнятого от груди матери? «Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек». А вы можете вставить сюда свое имя. «Да уповает Донна на Господа отныне и вовек. Да уповает Уоррен на Господа отныне и вовек». Тут сказано, «Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей?» Вот что Бог делает для вас. Когда вы идете к Нему и сидите рядом с Ним, к вам приходит спокойствие, потому что вы понимаете, «Я с папой». Мне нравится аналогия с ребенком у груди матери. Мужчины и женщины созданы по образу Божьему. В Боге наилучшим образом проявлены и одни, и вторые. Это образ того, что мы должны делать, когда проходим через трудности. Мы должны приходить к Богу и прислоняться к Нему. В 104-м псалме говорится, «Ищите Господа и силы Его». Ищите лица Его. Когда? Это нужно делать всегда. Понимаете? Размышления — это одно из лучших оружий, которое может привести вас к победе. Просто посидите перед Богом. Не нужно ничего говорить. Просто посидите рядом с Ним. А где Он? Да Он везде. Если вы на работе, и что-то вас беспокоит, то даже там вы можете найти тихое место и посидеть с Господом, рядом с Ним. И Он успокоит вас. Зачастую мы приходим, но мы еще и говорим. А поскольку мы на взводе или взволнованы, то часто мы говорим то, чего не стоило бы говорить. Мы не следим за словами, потому что мы в режиме паники, поэтому нам нужно приходить к Богу и просто сидеть с Ним. Можете даже принести для Бога отдельный стул. Если вы хотите, чтобы ваша вера росла, то вам нужно находиться рядом с Отцом. Если вам нужно включить прославление, то включайте. Если вам нужно посидеть на дереве, то идите и посидите, где бы вы ни были. Бог будет там, если вы в это верите. Вам нужно просто сидеть, и тогда на вас сойдет спокойствие. Очень многие люди приходят к Богу поговорить, а не послушать. Они просят о чем-то, вместо того, чтобы сперва получить от Его Духа. Когда Бог сойдет на них, они успокоятся. Почему? Потому что Бог больше наших проблем. Бог оказывает успокаивающий эффект на наш Дух. Итак, первый шаг — это просто прийти к Нему и посидеть с Ним. Сидите и размышляйте. Что же так завело меня? Что же меня так встревожило? Почему у меня сводит живот? В чем же дело? И сидя рядом с Ним, вы начинаете понимать, что на самом деле происходит. Я понял, что нужно все это записывать. Зачастую. Ответ будет всего в одном предложении. Проблема обычно в чем-то одном. Запишите это. Не записывайте симптом, а зрите в корень. Вот что я чувствую, но на самом деле это страх. Я боюсь, что произойдет то или это. Запишите все, что вызывает у вас тревогу. Запишите это и сидите перед Богом. Он успокоит ваш дух. А когда ваш дух спокоен, то можете сделать второй шаг. Поговорите с Богом о вашей проблеме. Вы успокоились, поняли, что вас так задело, и Бог даже помог вам увидеть корень проблемы. Вы увидели корень и записали его, и теперь вы можете поговорить с Богом об этом. Вам нужно говорить, что Бог говорит о наших проблемах. Отдай их мне, детка. Он говорит, ну же, отдай их мне. Мне есть до тебя дело. В 54-м псалме сказано, «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Бога заботит ваша повседневная жизнь. Библия говорит, что Он знает, сколько волос на вашей голове. Он знает, что происходит. Откройте первое послание Петра, 5-ю главу, 7-й стих. Тут написано, «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Какой бы ни была проблема, пойдите и посидите, и расслабьтесь в Боге. Если Бог в вашей лодке, то как враг сможет ее потопить? Ученики были в ужасе, когда шторм переворачивал их лодку. Они были в ужасе, не так ли? Боже! Иисус, мы же все утонем. Они разбудили Иисуса, он спрашивает, «Чего это вы включили режим паники? Разве вы маловеры, не понимаете, что в лодке я нахожусь, и поэтому она не может утонуть?» Мы должны подражать Иисусу. А что делал Иисус во время шторма? Отдыхал, спал, ни о чем не переживал. Некоторым из вас нужно просто пойти домой и вздремнуть. Перед тем, как лечь, скажите, «Бог, мы поговорили с тобой об этой проблеме». Я решил лечь спать, потому что я знаю, что ты работаешь на моей стороне, даже когда я сплю. поэтому я буду спать, а ты работай. Поймите, что Бог заботится о вас. Он говорит, «Отдай это мне». Бог желает, чтобы мы приходили к Нему и честно говорили с Ним о проблемах и трудностях, чтобы Он мог помочь нам выйти из них с победой. Посидите с Богом, а когда ваш дух успокоится, вы сможете спокойно поговорить с Ним. Вы сможете сказать, «Вот что я вижу». Проблема не в том, что Бог чего-то не видит, а в том, что вы чего-то не видите. А если вы в шоке, то вы ничего и не увидите. Но когда вы успокоитесь, то сможете это увидеть, и Дух Святой поможет вам в этом. И тогда вы сможете поговорить с Богом. «Бог, вот с чем я столкнулся». Просто поговорите с Ним. Будьте самим собой. Будьте сами собой, не в режиме паники, а в Своем Духе. И тогда Бог даст вам план. Он направит вас к тому, что именно вам нужно делать. Он даст вам план победы. Вы сидите рядом с Ним. Рассказывайте, что у вас происходит. Записываете это, и вдруг Дух Святой начинает давать вам ответы. Ну и следующий шаг. Узнаете, что Писание говорит о вашей проблеме. Запишите это и сделайте. Вот вам самый надежный план победы. Запишите и сделайте это. Когда вы сидите перед Господом, вы успокоились и говорите с Ним. Дух Святой начинает напоминать вам места Писания, которые имеют непосредственное отношение к вашей проблеме. И когда вы получаете это местописание, обязательно запишите его. Предположим, кто-то говорит о вас гадостям. Вы успокоились, стали размышлять и говорить с Богом, «Бог, смотри, что происходит». Что сделает Дух Святой? Он скажет, «Благословляйте проклинающих вас. Делайте добро тем, кто зол к вам, потому что зло побеждается добром». И вам нужно это записать. Кормите их, одевайте, делайте все, что нужно. Запишите это. Так вы запишите план. Но ему нужно следовать, и тогда он приведет вас к победе. Но вы должны знать, что ваше плод не захочет следовать этому плану. Знаете, почему люди не хотят обращаться к Богу и к Писанию, а идут к другим людям или к психологам и консультантам? Они пытаются найти того, кто скажет им не то, что сказано в Писании. А если вы христианин уже долгое время, и вы знаете Писание, то знаете, что в Писании есть ответы на все проблемы. Буду честен с вами. Единственный случай, когда можно обращаться за помощью, это если вы незрелые в Господе, и вы не уверены, что Библия говорит по этому поводу. Если вы еще не знаете Библию, то можете обратиться за помощью, можно даже поискать в интернете. Итак, вы узнаете, что Библия говорит о вашей проблеме. Когда вы найдете, что именно говорит Библия, запишите это, и это будет вашим планом. Вот как все просто. Но ваша плоть не хочет этого делать. Вот почему и в притчах сказано в 3 главе с 5 по 8 стих «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Очень часто люди сами хотят, разобраться во всем. А может, у меня есть свой путь. Есть только один путь к победе, запомните, и это путь самого Иисуса. Нет уж, я пойду другим путем. Тогда вы придете к тому, что зовется смертью, потому что к жизни ведет только один путь. Это его путь. И не нужно полагаться на свои чувства. Если вы будете идти на поводу у своих чувств, то вы будете идти за своей плотью. Если вы будете идти на поводу у своих чувств, то вы будете идти за своей плотью. А плоть всегда противится духу. Бывают моменты, когда в браке возникает небольшое напряжение, или мы чувствуем, что отдалились друг от друга. Писание говорит, что бороться с этим нужно любовью, добротой и прощением. Иногда приходится даже сжимать зубы, потому что моя плоть хочет отдалиться от жены. Но я сжимаю зубы и беру ее за руку. Я люблю ее. Я подхожу к ней и говорю, «Дорогая, я люблю тебя». Что же я делаю? В этот момент я распинаю свою плоть. Моя плоть кричит, «Уйди!» А дух говорит, «Приблизься!» Именно это вам и следует делать. Если вы будете полагаться на свой разум, то пойдете в неправильном направлении. Во всех путях твоих познавай его. Что же это означает? А означает это, если у вас есть проблема, то идите к нему. Сядьте рядом с ним, поговорите с ним, и он даст вам свой план. Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Мне очень нравится результат. Посмотрите на него. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Когда мы делаем то, что говорит Бог, когда мы доверяем Его словам и делам, то, что Он говорит, то наш путь всегда будет хорошим. Мы всегда будем иметь победу. Каждый раз. И внутри вас произойдет исцеление. Церковь, услышьте, мы должны верить Слову Божьему и подчинять Ему нашей жизни. Применяя Его к нашим личным проблемам, записывая Его, а потом и исполняя, мы придем к этой самой долгожданной победе. Так мы всякий раз будем одерживать нашу победу. У меня осталось еще одно местописание. Попрошу вас открыть сейчас послание к филиппийцам, четвертую главу. Мне это очень нравится. Кротость ваша да будет известно всем человекам. Господь близко. Как я уже говорил, когда вы сидите рядом с Богом, вы не можете быть в режиме паники. Если человек в панике, он не в Божьем пребывании. А рядом с Богом проявляется наша кротость и спокойствие. Не заботьтесь ни о чем. Почему? Потому что вы успокаиваетесь в нем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. здесь речь о том, что мы говорим с Богом и рассказываем Ему о том, что с нами происходит. И тогда Бог дает нам свой план. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Как понять, отдали ли вы свою проблему Богу по миру, который внутри вас? Если мир начинает исчезать, то возвращайтесь к Творцу. Сидите, говорите и снова слушайте Его. Так вы заново подтвердите для себя то, что говорит Бог. И у вас будет мир, превосходящий всякое понимание. А как удержать этот мир? Ответ находится в 8-м стихе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Ну как же сохранить нам мир? Начните думать о благости Божьей и о Его доброте. Знаете, как победить мысль? Другою мыслью. Отдайте ее Богу и сфокусируйтесь на чем-то хорошем. И так вы каждый раз будете побеждать врага. Так вы каждый раз будете иметь победу. Вот как все просто. Придите к Нему, успокойте свой дух, поговорите с Ним о происходящем. И слушайте, как Дух Святой начнет поднимать в вашем разуме места Писания и принципы Слова Божьего. Запишите этот план и следуйте ему, даже если ваша плоть не хочет этого. Ваша плоть никогда не согласится на план Божий. Ваша плоть всегда будет хотеть идти в другую сторону, но вам придется распинать ее. Нет, а вот что говорит Слово, и вот что я буду делать. Если мы так поступаем, нам гарантирована победа во Христе и Иисусе. Да, нам гарантировано Божие движение в нашей жизни, и у нас нет никаких причин для поражения, ведь Бог с нами. Какое замечательное послание для нашей жизни. Друзья, Слово Божие очень важно для того, чтобы мы могли уподобиться образу Христа и поняли, что Бог желает видеть в нашей жизни. Бог ведет нас по пути, по которому нам идти. Поэтому не думайте, что достаточно просто послушать проповедь и сохранить информацию в голове. Применяйте услышанное в каждом дне вашей жизни. Мы надеемся, что это послание благословило вас. Мы хотим пригласить вас не просто смотреть нас по телевидению или интернету, но стать членом поместной церкви. Послушайте, Бог любит вас и мы тоже. Мы хотим, чтобы в вашей жизни было все самое лучшее. Поэтому приходите на наше служение как можно скорее. твер 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 Пусть Бог благословит вас!